Итак, здравствуйте, уважаемые зрители! С вами я, Фрост Маус, и сегодня мы будем смотреть матч Weekend Cup 60-го по счёту между командами 100% и другой командой. Долго мы ждали эту команду, и похоже один игрок из команды не загрузится. Дождёмся время пиков. Да, все команды загрузились. Итак, настало время пиков. Право первого пика первых банов достаётся команде 100%. Первым баном ушёл Outworld Destroyer. Кстати, очень нехороший персонаж, если, конечно, против него играть. Доставляет очень много неудобств. По крайней мере, даже для стоящего на миде. Вторым баном ушёл Nikes. Nikes довольно-таки хороший мид-гейм кэрри. Вторым баном ушёл Hardliner, Weaver. Посмотрим, что же будет дальше в бане. Скорее всего, сейчас забанят Фуру. Фура, если же его не захотят пикать. Нет, забанили Бэтрайдера. Первым пиком у команды 100%. Кто же у них пойдёт первым пиком? Скорее всего, первый саппорт. Подождём. Команда 100%. Почему тут долго пикает? Naga Sirena. Отличный саппорт и отличный кэрри. В зависимости от того, как будут они это рассказывать. Команда Airus пикает сразу Darkseer. Скорее всего, в Hardline. И должны пикать второго саппорта. Кто же будет... Кто же пойдёт у них вторым пиком? Пошёл Герокоптер. Да, Darkseer-Герокоптер. Очень хорошая связка. Герокоптер кидает вакуум. Герокоптер ультует. Да плюс, к тому же, третий скилл. Это просто разнос будет другой команды. Вторым пиком у команды 100%. Кто же у них будет вторым пиком? Напоминаю, что задержка стрима 2 минуты, дабы не... Но не нарушать правила Старладера. Да и чтобы командам было более-менее удобно играть. Задержка была выставлена такая. Так, взяли вторым пиком Рубика команда 100. Достается им также право третьего бана. Третьим баном, скорее всего, уйдёт второй саппорт. Потому что Герокоптеру нужен саппорт. Да, забанили Виспа. Если забанить Виспа, Висп блокирует очень большое множество связок. Висп Тини, Висп Рики, Висп ЦК. Тоже самая распространённая связка. Забанили Урсу. Не знаю вообще, зачем забанили Урсу. Забанили Бэйна. Да, у Бэйна очень хорошая ульта. Она пробивает даже БКБ. И очень-очень много дизейбла. За ульту Бэйна можно убить практически любого персонажа. Даже если у него есть БКБ. Думаю, это очень даже неплохо. Так, взяли третьим пиком команда Эйрус, Драгон Кнайта. Забанили Нюкса. Потом команда Сто взяла Фуро. Фуро очень напряжной персонаж. Да и вполне-таки он сможет сплитпушить. ДК, скорее всего, пойдёт в мид. Гирокоптер с двумя саппортами на лайт. Дарксир в харду. Да, какой-то странный порядок пика у команды Эйрус. У команды Сто процентов нужен Кэри. Если же Нага не будет выступать в роли Кэри. Ну и Хардлайнер, наверное. Хотя здесь очень большое множество связок может быть с Нагой. Скорее всего, может быть, Рубик пойдёт в мид. Нага с ТХД пойдёт на лайтлайн. Фуро в лес. И кого-то они пикнут в хардлайн. Может быть, БХ, но пик у команды Сто процентов очень сильный. Не каждая команда сможет ему противостоять. Неплохо было бы взять саппорта команде Эйрус. В чате по-прежнему никто ничего не пишет. Дождёмся четвёртого бига. Основное время подходит к концу. У команды Эйрус советовал бы им поторопиться. Напоминаю вам состав команды Сто, Гусус 3НД, Флоу Снэйк, Снорпи, Бэкон Мэн и Бонджа. Команда Эйрус взяла Энигму. Переходит время пика команде Сто. Подходит к концу. Даже не подходит к концу. Пока что проходит дополнительное время. Скоро настанет уже. Очень даже странно. Дополнительного времени у команды Эйрус осталось всего 36 секунд. При том, как у команды Сто осталось чуть больше полторы минуты. Итак, идёт дополнительное время у команды Сто. Как я уже и говорил, им, скорее всего, нужен саппорт, если Рубик пойдёт в мид. Им нужен хардлайнер, если же Фура пойдёт в лес. Ну а команде Эйрус требуется, если Энигма Лес, Дарксир Хардлайн, им нужен второй саппорт. Ну, в принципе, неплохая комба идёт у команды Эйрус. Взяли антимага как кэрри, значит, мага идёт как саппорт. Ага, хорошо. Либо нога идёт как хардлайнер. Пятым баном у команды Эйрус уходит Шторм Спирит. Кого же забанит команда Сто? Да, время пиков уже подходит к концу. Забанили они ТХД. Очень достающий саппорт. А команде Сто нужен хардлайнер. Здесь остался небольшой выбор хардлайнеров хороших, кто бы именно им в пик заходил. Им, скорее всего, нужен танк-хардлайнер. Ну, как Клокверк, например. Ну, не знаю, собираются ли они пикать его или что. Право пятого пика достаётся команде Эйрус. Подходит основное время к концу. Итак, дополнительное время. 30 секунд остаётся команде Эйрус на выбор пятого персонажа. Кто будет участвовать в их команде. Подождём. Дополнительное время подходит к концу команды Эйрус. Мне кажется, они сейчас заждутся пока... Нет, пикают Шэдоу Демона. Шэдоу Демон тоже отличный саппорт. Но здесь, мне кажется, он не очень заходит. Слишком много саппортов. И взяли Пака в мид. Значит, фура идёт хардлайн. Антимаг, Нага, Сирена и Рубик идут в трепло. Ну, в принципе, всё ясно. Капитан команды СТО сядет, скорее всего, на Кэре, либо на Мидера. Капитан команды Эйрус сел на Драгон Кнайта. Ну и капитан команды СТО сел на Нагу Сирену, в принципе. Посмотрим. Пока что за командами покупают Куру. Сразу же Нага Сирену покупают Дасты. Скорее всего, будут делать ФБ эти товарищи. По крайней мере, мне так кажется. Так, Куру уже пошёл разведывать. Но у него как бы времени не хватит на трентах. Либо он пошёл... Да нет. Времени не хватит на тренты. Так, и обе команды в пятером идут на бот. Сейчас посмотрим. Так, ДК спалился. И сейчас будет замес. Так или не так? Так, уходит команда Эйрус зашла на ХГ кредентом. Так, они стоят на ХГ. Будет ли замес? Так, поставили сентри вард. То есть, залочили маленький спаун. И спокойно-таки разошлись. Не будет ФБ? Нет, ФБ не будет. Показывают, что залочили маленький спаун. Такс. Такс. Посмотрим пока, как тут идёт. Добитывать не так. У пака покажет один крип. Преимущество на миде небольшое. Подождём. Так, пак очень сильно напрягает Драгон Кнайта. У ДК пока что лишь один крип. При том, что пака уже 4. Антимаг, кстати, очень даже неплохо отстаивает. Так, ну и Драгсиру здесь тоже, в принципе, прилично стоять. Соло Хард стоит у команды 100. Это фура. Фура Соло Хард. И, скорее всего, будет он фармить Мидас. Да, я вижу перчатку. Нага делает отвод. В принципе, неплохой Нага на отводах. И Рубик стоит с Антимагом. Антимаг уже 7 крипов нафармил. Практически такой же, но примерно одинаковый результат у него с Герокоптером. Идут прям нос к носу. Так, преимущество на Миде складывается в сторону пака, хотя ДК уже немного его поднапрягает. В лесу стоит Энигма. Пытается фармить Акс. На топе руны Иллюзий. Фура спокойно-таки стоит на топе и фармит. Так, здесь находятся варды. Так, ломают сервер твард команды Эйрус. Дарксир до сих пор первый левел. Его вообще не подпускают к крипам. По крайней мере стараются не подпускать. Антимаг по максимуму доняет крипов. Ну, в принципе, ему здесь вообще просто фрифарм стоять. Крипов своих доняет. Чужих убивает. Очень даже хорошо. Рубик подходит. Следовало бы убить крипам Миде. Так, фуры сейчас будут забирать? Нет, фуры не будут забирать. Паку очень даже неплохо стоять на Миде тоже. Но разве что ДК может спамить своими первым скиллом. Шэдоу Демон пришел на бот. Шэдоу Демон без ссылки. Вечера. Хорошо. В принципе, они здесь втроем и могут забрать кого-нибудь уже. Антимаг, Нагосирены и Рубик. Скорее всего, даже смогут забрать Шэ... Нет. Шэдоу Демона они даже не смогут забрать. У Шэдоу Демона есть Дизрапшин. Пока что везде спокойная ситуация. Фури тоже как-то не удается фармить нормально. Не получается сделать хороший отвод у команды 100. Просто всех крипов разобрали. Так. Антимаг также стоит на фрифарме. Будет ли здесь что-нибудь интересное? Да, похоже будет. Так. Поднимаю Шэдоу Демона. Шэдоу Демон убегает на хосте. Кидают Дизрапшин Антимага. Антимага очень больно бьют его иллюзии. Так. ДК помещает в ботл хосту. Хоста. Очень даже неплохо. Он аж две руны выиграл у пака. Посмотрим на крипстат. Ну, по крипстату пак существенно выигрывает ДК. У пака 26 крипов, у ДК 15. И один за ДН, и у пака 80 за ДН. Да и разница в XP пока что... Ну, не очень большая, но она преимущественно на стороне команды 100. Но это пока что небольшое преимущество. Антимага становится немного труднее стоять. Против Дарксира и Шэдоу Демона. Очень сильно его напрягают. Так, с неплохо. У Антимага есть Терринг оф Кэлф. И скорее всего он будет фармить БФ. Так, Шэдоу Демон пошел. Так, кидают сетку на Шэдоу Демона. Антимаг подбегает. Начинает бить Шэдоу Демона. Шэдоу Демон кидает Антимага в Дизрапшн. И так, ФБ на Шэдоу Демоне. Антимагу достается килл. Отлично. Просто отлично сработала команда 100. Не знаю, зря сюда, наверное, привели этого Шэдоу Демона. Дарксир бы как стоял в соло. Так, пак забирает Драгон Кнайта. Тоже очень отлично складывается для команды 100. Конечно, я не видел. Скорее всего, ДК пошел отсюда, зашел на ХГ. И вот здесь вот на ХГ-то его пак-то и выцепил. Да, потратил он Дрим Койл. ДК просто не смог устоять. А на боте лежит руна Иллюзий. Так, пак пошел забирать руну Иллюзий. Шэдоу Демон. Шэдоу Демон второй уровень. До сих пор третий неотнутый. ДК шестой. В принципе, преимущество пока что на стороне команды 100. Преимущество в XP уже 750. Преимущество в голде тоже больше 750. Посмотрим, как там на топе дела у Фура. Фура, похоже, решил не собирать Мидас, а решил собрать ПТ. Посмотрим. Так, посмотрим, как здесь в дальнейшем ситуация развивается у команды 100 и у команды Эйрус. У антимага 43 крипа 26 заднайных, у герокоптера 43, 14 заднайных. Но небольшое преимущество на стороне антимага. При этом антимага уже есть Ринг оф Элф и Клеймор. Скорее всего, дальше будет собираться. Успеет ли антимаг дофармить БФ до 15 минуты? Скорее всего, да. У Дарксира на 2 качнутая Айон Шелд и на 1 Сорж. К тому же, Дарксир пытается собрать Сулу Ринг, но это как-то у него не очень получается. Так, посмотрим. Шэдоу Демон опять идет. Пытается помешать как-то отводам. Заблочил спаун. Хорошо. Фура дал ульту. Так, 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 так. Фу селепортируется. Сейчас забивает Пака. Нет, Пак уходит в шифт. Да, Пака все же забивает. Дримкоил висит на... Ай, Фуру забивают! Пак делает байбэк. Пак прилетает обратно. Дарксир покупает Сулу Ринг. Неплохо. У антимага есть уже Бродсворд, Клеймор и Ринг оф Кэлф. Осталось ему нафармить всего, что 800 монеток и у него уже будет Бэтл Фьюри. Бэтл Фьюри очень поможет в фарме антимагу. На топе уже снесли полвышки. При том, что у Фуры более-менее вышка целая стоит. У антимага 54 крипа, 28 заденайных. Да плюс, к тому же, у него есть еще один килл. Это очень способствует фарм антимага. Антимаг как хардкэрри очень хорош. При том, что герокоптер фармит 49 крипов. Посмотрим по этому. Герокоптер с Мидасом. Интересно. Мидаса Аквила. Правда, очень интересно. Ни разу не видел герокоптера с Мидасом. Что там у нас есть? ДК, Энигма. Спокойно ходит, фармит. Скорее всего, сейчас будет Блинк Даггер. Либо Мека. Но там уже как пожелает. Итак, под смоками пошли. Нага, Сирена, Пак и Рубик забирать герокоптера. Так-так-так-так-так-так-так. Обходит сетка. К Дрим Койл. И убивает герокоптера. Успел кулдаун кинуть. Даже Фура прилетел. Пак спокойно забирает герокоптера. Просто отлично. Пока что преимущество в киллах у команды 100. Это 3. И 2 килла у команды Эйрус. Сейчас, похоже, забирают... Нет, не собираются забирать антимага. Посмотрим преимущество по экспе. Преимущество по экспе. Близится уже к нулю. Примерно нос к носу идут команды. Да и преимущество в заработанном золоте тоже невелико. Но Фура уже запушил Т1 на топе. Очень даже неплохо. Так, все расходятся. Сейчас, может, заберут нагу. Если Энигма заметит... Нет, Энигма не заметила. Хотя нет, заметили нагу. Будут ли забирать нагу на меде? Рубик прошел. Хорошо. Так, сейчас, скорее всего, будут забирать Дарксира. У Дарксира 5 уровень. Есть Сурж. Так, Салу дали. И Дарксир... Да, Дарксир забирает антимаг. Очень даже отлично. У Фуры есть Мидас. Тапок. Тоже неплохо. Скорее всего, сейчас будут пушить бот. На меде сейчас забирают... Нагу Сирену. Так, 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 так. Нагу заберут или не заберут? Да, Нагу убегает. Прямо очень везучая Нага. У антимага уже есть БФ. К 11 минуте очень неплохой результат. Так, ТП-сейф прыгает Дарксир. У антимага есть ульта. И забирают Т2 на боте. Очень даже неплохо. Так, приходит команда Эйрус на бот. Бот. Но что-то поздновато они пришли. Если бы сделали ТП-сейвы, вот тогда, может быть, смогли бы задефить эту вышку. На топ прилетает... Кто? Пак прилетает у нас на топ. Против Гирокоптера. Гирокоптер с Мидасом. У него есть ПТ, Аквила, Мидас. К 11 минуте. Очень даже неплохой результат тоже. У Пака есть Боттл, Нул Талисман и Бутсов Спид. Посмотрим, как дела у антимага. Антимаг также стоит в соло и в фрифарме просто. Скоро у него будет ПТ уже. Так, пошли забирать Нагу. На Нагу летит ракета. А Нага на хосте у нас. От ракеты она, скорее всего, уйдет. Вот, команда Эйрус зашла на ХГ команде. Так, 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 так. Гирокоптер приходит, кинет ли он кулдаун? Нет, кулдаун он не будет кидать. Вся команда Эйрус скопилась уже на Миде. Пока что там антимаг спокойно фрифармит. Так, вот, покликали на антимага. Скоро всего, сейчас будут забирать антимага. Успеет ли он уйти? Да, скорее всего, антимаг успеет уйти. Ай, хотя нет. Антимаг что-то не подумал. Да он сейчас даже заберет Дарксира. Нет, побоялся, потому что пришла Энигма. На Миде забирают... На Миде просто сделали минус 3. Минус ДК, Шедоу Демон и Гирокоптер. Также сейчас будут пушить вышку на Миде. У антимага есть ПТ. Очень нехорошо ситуация складывается для команды Эйрус. Посмотрим преимущество по Экспе. Преимущество по Экспе уже более 2000 в пользу команды 100. Также преимущество в золоте больше 4000. Ну, к 13-й минуте, я думаю, это уже существенная разница. Антимага оставлен на фрифарме. У Энигмы есть уже Блинк. Летит к ней Блинк. Прожали Глиф зачем-то. И Нага уходит с ТП. Просто прийти задонать вышку. Да, вышка задонает, скорее всего. Да, на Миде вышка донается. Антимаг продолжает пушить бот. Скорее всего, сейчас выдвинутся на антимага. Нет, антимага ходит с ТП-аута. Буквально почуял. На боте лежит ДД. На топе у нас антимаг перешел на топ. Очень даже неплохо антимага получается фармить. На Миде стоит Герокоптер и Энигма. Энигма тоже сейчас будет пушить Мид. На боте остался ДК. У ДК ПТ. Но здесь уже есть существенная разница в крипах. У антимага 105 крипов, 36 задонайных. У Герокоптера 81-20. У ДК 49,1. Ну, мне кажется, ДК проиграл Мид. По крайней мере, мне так кажется. У антимага фарма, в принципе, даже нормально. Сейчас он будет собирать либо Манта Стайл, либо Башер. Кто же его знает. Скорее всего, будет Манта Стайл. Дарксирс ДД, команда Эйрус на ХГ. У Энигмы есть Блинг и Блэк Холл. Так. Ух ты ж как. Антимага здесь на стак или трипл стак. Сейчас он спокойно может зафармить. Но, правда, несколько крипов у него забирает Фура. И Рубик. Ну, все же, антимага это дает нормальный прирост в голде. У него же здесь 1700 голды. Пошел он бота отпушивать. Что-то команда Эйрус не предусмотрела на антимаге то, что он будет постоянно ТПшиться, как-то фармить, запушивать лайны. Почему-то они это не предусмотрели. Итак, на миде сейчас ожидается замес. Пять от команды Эйрус и четыре от команды Сто. Антимаг запушивает Т2. Итак, замес заходит на ХГ. Будут ли забирать Т1 на миде? Нет, команда Сто отчаянно дефит. Так, сейчас будут забирать Шэдоу Демона. Шэдоу Демона забрали. Клудаун кидается прямо в крипов. И даже крипов не убили. Но Пак забрал Шэдоу Демона. Тоже неплохо. Антимаг уже что-то нет. Ничего не покупает. На двоих висит Дрим Койл. Так, 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 так. Герокоптер убивает Антимаг. Энигму убивает Рубик. Дальше проходит Драгон Кнайт. Драгон Кнайт уходит с ТП. Нет, Антимаг делает Дабл Килл. И сейчас он забирает Дарк Сира. Нет, Дарк Сира забирает Пак. Просто минус четыре. Даже минус пять. Плюс байбэк от Драгон Кнайт. И уже в таверне отсидел на Шэдоу Демон. Так, Шэдоу Демона кинули Антимаг в Дезерапшн. Стан? Нет. Огонек на Антимага. У Антимага пол ХП остается. И у Антимага просто 3 300 голды. Очень даже неплохо. Сейчас, скорее всего, будут забирать Т2 на Миде. Пак уходит с ТП на базу. ТП сейв от Герокоптера. Герокоптер с Мидасом. Даже если так, у Антимага 128 крипов, 92. Так, ну давайте посмотрим по общей ценности. Антимаг, конечно же, на первом месте. 9600. На втором месте Фура. На третьем месте Герокоптер. На четвертом пак, как ни странно. Ну и в самом конце находятся Шэдоу Демон, Дарк Сир и Нага. Посмотрим преимущество по голде. Преимущество в заработном золоте уже больше 10 тысяч на стороне 100. И это всего лишь к 17-й минуте. Ну, я думаю, это уже все. Да и разница в полученном опыте тоже больше 10 тысяч. Так, Нага заходит с сосном. Фура уходит с ТП. Сейчас, скорее всего, будут разбирать... Да, ДК сейчас будут разбирать. Дизрапшн кидает Антимага. Антимага забивает его иллюзии. Так, 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 так. Герокоптера будут убить. Антимаг уходит на лоу ХП. Желательно ему переобудить бы... Так, Фура делай даблкил. Рубик сейчас будет забивать герокоптера. Так, Рубик забивает герокоптера. И остался лишь один из живых у команды Эйрус. Это Дарк Сир. Ну да, в принципе, здесь даже ГГ. Сейчас будет забираться Т2 на топе. И параллельно Т2 на медиа, наверное. Как же сейчас повезет Наге. То, что она нашла регенку. Антимаг пушит. Так, забрали на топе Тауэр. Сейчас будут забирать Драгон Кнайта. Нет? А, не на лоу ХП все. ДК заберет ли Рубика или нет? Нет, не заберет. Рубик забрал Брев Фая. Антимаг дальше продолжает его фармливать. У Антимага просто 5000 голды. Очень. Антимаг сразу покупает Монта Стайл. К 19-й минуте. То есть, у Антимага по этому же БФ Монта Стайл ПТ. Ну, топорик, щиток еще. Посмотрим также. Опять на преимущество в голде. Преимущество в голде уже больше 15000. Преимущество по экспе тоже больше 15000. На стороне команды СТО. Рубик очень нехорошо идет по воде. Но если команда... У команды Ирус есть еще время сделать камбэк. Ну, хотя со счетом 16-2 на 20-й минуте. При том, что у Антимага имеется в запасе уже 4 кила. Но мне кажется, это уже заранее проигранная игра. Посмотрим по айтему Пака. У Пака есть Блинг ПТ. Боттл. У Антимага уже Монта Стайл БФ. Посмотрим на аналогичного Кэри у команды Ирус. У него есть Мидас, Аквила и ПТ. По фарму очень сильно они проигрывают. Команде 100. Итак, Пак кидает свой первый скилл. Ракетка висит на анаге сирене. Ракетка подлетает. И ракетку... Нет, ракетку не убивают. Антимаг дальше продолжает фармить спокойно. Его никто не напрягает. Так, ДК заходит на ХГ. ДХ под Суржом. Рубик стоит пока что наверху. ДК трансформируется в Дракона. Заберут ли они хотя бы сейчас Т1? Антимаг продолжает пушить Т3 на боте. Так, Нага заходит со сном. Прилетает Антимаг. Антимаг юзает иллюзии. Все, сейчас будут забирать Геракоптер. Геракоптер убивает... Сделает колдаун. Какой Блэк Холл от Энигвы. Просто божественный. Так, забирают Пака. Пак Байбэк. Пак прилетает уже. Второй Блэк Холл от Рубика. Антимаг забирает. Просто эпик. Просто эпик. Команда 100 просто разгромно выигрывает команду Эйрус. Ну и конечно же победа защиты на команде 100. Поздравляем команду 100. Ну и сейчас должно последовать сливы. Да, поздравляем команду 100 за такую просто интереснейшую игру. Надеемся, что они пройдут дальше. Хотя бы до финала. По крайней мере мне их игра очень понравилась. И просто отличнейшая игра Рубика. Так, посмотрим.